И сказать по мысли в здраво, что и будущая слава, что и критик, умник тот, что читает без улыбки, ищет, нет ли где ошибки, горе, если не найдет. Не о том с надеждой сладкой я мечтал, когда украдкой на войне, под кровлей шаткой, по дорогам, где пришлось, без отлучки от колес, в дождь, укрывшись плащ палаткой, или зубами, сняв перчатку на ветру, в литой мороз, заносил в свою тетрадку строки, жившие в разброс. Я мечтал о сущем чуде, чтоб от выдумки моей на войне живущим людям было, может быть, теплей. Чтобы радостью нежданной у бойца согрелась грудь, как о той гармошке драной, что случится где-нибудь? Толку нет, что может статься у гармошки за душой весь запас, что на два танца разворот зато большой. И теперь, как смогли пушки, предположим, наугад, пусть нас где-нибудь в пивнушке вспомнят после третьей кружки с рукавым пустым солдат. Пусть какой-нибудь к обтерке у кухонного крыльца скажет шутку «Эй ты, теркин!» про какого-то бойца. Пусть о терке непочтенной скажет важный генерал, он-то скажет непременно, что медаль ему вручал. Пусть читатель, вероятно, и скажет книжкой в руке «Вот стихи, а все понятно, все на русском языке!» Я доволен был бы, право, и не гордый человек ни ночейную славу не сменю того вовек. Повесть памятной годины, эту книгу про бойца я иначе в середине закончила без конца. С мыслью, может, дерзновенный посвятить любимый труд павшим памяти священной. Всем друзьям пары военной, всем сердцам, чей дорог суд.